Напомню, что программа наша работает в эфире до 11 часов 30 минут. Ну а сейчас представляю гостей нашей студии. Андрей Клементьев, вице-спикер Сейма и член партии Центр Согласия. Филипп Раевский, политолог. И господин Раевский, начнем с вас. Почему? Почему? Вот на минувшей неделе буквально как снежный ком росли новости, касающиеся образования новых политических организаций, общественных, партийных. Значит, во-первых, если мы говорим о таких более видных процессах, то есть ликвидации первой партии, ликвидации народной партии, ну это создает определенный вакуум, и те люди, которые были в этой партии, которые совсем не хотят ликвидировать сами себя из политики, они чувствуют нужду, что им надо создать какую-то платформу, чтобы продолжать ту деятельность, которой они занимались. Но ликвидация когда была? А вот именно на минувшей неделе? Ну пока, в смысле, пока ликвидировали. И главное, второй аспект. Через год у нас муниципальные выборы. Этот аспект тоже нельзя забывать, потому что нормально за год до выборов, чтобы можно было подготовиться к выборам, чтобы не было как у Затлерса, за последнюю минуту создали партии, и потом бог знает, что получается там. Они все-таки, я понимаю, прагматичные, с опытом политическим, хотят создать политические партии, с которыми нормально стартовать на муниципальных выборах. И третий аспект. Третий аспект – это региональные партии. То есть, я думаю, что тут очень многим понравился опыт тот, который показывает Лепая, показывает Венспилс, и они понимают, что, может быть, намного лучше создать региональные партии, это особенно, мы говорим о лидерах регионального уровня, которых не интересует карьера министров, депутатов Сейма. Ну, большая политика. А интересует муниципальное, он себя чувствует более так безопасно, создав свою же партию на месте, и тогда уже выстраивая сотрудничество с государственным уровнем партиями. А не начнется в стране, грубо говоря, децентрализация? Потому что региональные партии, они, по сути, не подчиняются центральным властям, по большому счету. Подождите, если мы смотрим исторически, когда-то было очень часто такой принцип «Мэс Лепая, мэс Венспилы, мэс Рига». Ну, это был. Тогда был принят закон о уровне и величине самоправления, где должна уже быть партия, чтобы стартовать в выборах. Казалось, что так централизуют и усилят партии. Но оказалось наоборот, что просто это будет создаваться больше партий. Но, по сути дела, это совсем, я думаю, неплохо, потому что если эти люди концентрируются на том, что они делают в своих местах, почему бы и нет? Потому что возникают проблемы у местного партийного руководства с центральными властями. Раз вы не хотите выполнять наши условия, говорят, значит, не получите денег. Эти проблемы всегда вытекают из их отношений с Минфином и финансовыми отношениями с государством. Если они не умеют это уладить, тогда эта партия чахнет. И она, я думаю, не имеет больших перспектив в этом месте, где она создана, потому что она не может своим избирателям предложить развитие. Для чего нужны финансы? — А вот слышал бы вас сейчас господин Лембергс, он бы, наверное, что-нибудь ехидное такое сказал. — Он очень удачный в отношениях с государством. Тут я не думаю, что у него проблемы. Он не чахнет, у него там все в порядке. — Так, господин Крементьев. По большому счету, вот все это партийное строительство, это ведь, по сути дела, отъем вашего электората, то есть центра согласия. — Не, ну, естественно... — Потому что в Латгалии местные партии. Господин Линдерман, того и гляди, создаст свою партию. Это ваш электорат? — Да. — Не боитесь? — Я с вами согласен, что активизировалось как раз левоцентрическое движение, так как все региональные партии базируются в традиционно наших регионах, это Рига, Латгалия. Но дело в том, что для того, чтобы создать партию, это мало собрать учительское собрание, мало проголосовать за устав и разработать лого. Это необходимо еще доказать своими делами, что ты достоин. Не только быть выдвигаться, но и выигрывать выборы. Если у нас есть конкретные регионы, там, где мы являемся лидерами, и у нас есть мэры, то как раз своими делами не докажут, насколько они достоины, и имеют право через год получить доверие избирателей. Что касается общеполитического строительства, то политическая организация — это не только 2-3 человека. Это очень большое количество людей, которые работают в регионах, то есть бюро партийное, и люди, которые могут специализироваться в какой-то определенной отрасли. Если, например, у нас есть парламентарии, которые работают узконаправленно, но зато специалисты в этой области, например, там, права человека, образование, социальная политика, то таких людей необходимо будет набрать и господам те, которые претендуют на место как в местных самоуправлениях, так и в парламенте. Очень сложно. Политический голод у нас довольно серьезный. Если мы посмотрим, как выглядит партия Америкса, то это бывшие чиновники, это бывшие депутаты, это бывшие какие-то министры, и собраны они с очень разных партий, дементрально противоположных. Турлес был в Центре Согласия, например, а господин Пожарнов был ТБ ЛНК. То есть, как они вместе смогут идеологически подобраться к общей программе, чтобы реализовать себя на уровне парламента, ну, очень спорный вопрос. Но, может быть, как раз в этом разнообразии есть их силы? Не зря же Господин Америкс рассчитывает на 30%. Не, ну, естественно, заявка должна быть громкая. Странно, что не заявил 51, я бы на месте забрал бы максимум. Но дело-то в том, что если бы эта партия была бы успешной, эти политики, действительно, представляли довольно большую часть литерата, то, скорее всего, первая партия не предлагала бы выборы в парламент. Поэтому, скорее всего, им придется завоевывать заново доверие избирателей или искать более сильного союзника для старта на выборах в своем управлении. Пока это региональная разборка. Господин Американский, вот господин Клементьев очень, скажем так, аргументированно, очень логично все разъяснял, что надо там собрать людей, соответствующие квалификации. Но пример вот той же самой партии Заттлерса показывает, что можно и обойтись без этого, и результат будет. А вы посмотрите, какой результат. Такого не произойдет? А вы посмотрите, кто министры? Министры от партии «Реформ Заттлерса» в кабинете министров. Большая часть министров не партийные. Вот это и есть результат. А это неправильно. По сути дела, партия выдвигает своих министров и доверяет им от имени партии, от имени избирателей, которые поддерживают эту партию, управлять этим государством в кабинете министров. Но вы сами сказали, есть масса людей, которые не интересуются вот такой перспективой роста министры. Нет, это если мы говорим о региональных. Но вот если вы спрашиваете о партии «Реформ Заттлерса», вот это и показывает, что тогда, когда надо реально брать власть, реально работать, а кто будет работать? Потому что или нет опыта, или нет знаний, или вообще это случайные люди. Ну вот возьмем того же Америкса. Он работает давно, достаточно успешно. У него и организации было много. Он считал еще партия «Саймникс», потом «Демпартия», потом кроме «Демпартии» первая партия, потом после первой была «Цельш» первая партия, а теперь у него новая партия. Так вот у него есть и сам, и другие профессионалы. Ну, профессионалы, которые бывшие из других организаций политических. А что касается Заттлерса, я совершенно согласен с экспертом. Дело в том, что, обратите внимание, что у них ответственность не только хромает на уровне исполнительной власти, но и в парламенте. Вы же не назовете сегодня всех депутатов от партии «Заттлерса». И единственная партия, которая сразу, еще до принятия присяги, уже развалилась, и здесь существует очень много противоречий, где больше всего скандалов, как раз партия, которая не устоялась, которая собрана была по принципу «ты мне нравишься, поэтому давай в список». То есть все прекрасно понимаем, почему Заттлерс прошел, почему Заттлерс, естественно, собрал такое количество избирателей под свое крыло, так как он в тот момент был популярный политик, и к нему стремились очень много людей, но не прошли кадрового отбора, и поэтому развал Олдштейн-группы и так далее доказывает, что это не политическая организация, которая готова сегодня реально работать в исполнительной власти или в законодательной. Это та группа людей, которые примкнули к Заттлерсу. Напомню, вы слушаете программу «День за днем». В нашей студии вице-спикер СМА, член Центра Согласия Андрей Клементьев и Филипп Раевский, политолог. И говорим мы о партийном строительстве в нашей стране. Оно оживилось в последние дни, последние недели. Масса сообщений на эту тему. Я даже не буду перечислять все те политические организации, которые состоятся сейчас в этот момент буквально. Но, по мнению наших гостей, все это строительство во многом это, ну скажем так, буря в стакане воды. Потому что реально влиять на расклад политических сил эти новые структуры, партийные и политические, пока еще не могут. Для того, чтобы серьезно влиять, им надо выстраивать свои ряды не по принципу «ты мне нравишься, прошу в список», а по вполне серьезным каким-то другим, скажем так, правилам. Когда собираются люди, за которыми есть опыт, есть знания. Только тогда эти партии могут реально влиять на ситуацию. А потому нам предстоит весьма любопытно наблюдать процесс становления этих самых политических партий. Или, наоборот, их развал. Вот только когда, по мнению наших гостей, эти партии не только заявят о себе, но и смогут внятно обозначить свое, скажем так, политическое назначение, и обозначить возможность достижения своих целей, вот тогда о них стоит говорить всерьез. Я все верно изложил, господа. Абсолютно. Ну что ж, это была только первая часть нашей беседы. Во второй мы будем говорить о возможных, о возможных, точнее, вариантах развития событий. И, естественно, влияние этих событий на расклад политических сил. Слушайте информационно-аналитическую программу. День за днем напомню, что в нашей студии вице-спикер Сейма Андрей Клементьев, он представляет Центр Согласия, и политолог Филипп Раевский. И говорим мы о партийном строительстве. В последнее время очень много сообщений на эту тему приходит. Рассказывается о различных политических объединениях, о партиях даже. Последний такой звоночек прозвучал в пятницу. Была зарегистрирована партия служителей. И вот именно с латвийской столицы мы и начнем. Как-никак самый большой населенный пункт нашей страны, который, к тому же, возглавляет Центр Согласия, господин Клементьев. Не боитесь вы, что Рига, скажем так, выйдет из-под опеки, если может так выразиться, Центр Согласия? Благодаря новым политическим веяниям. Ну, скорее всего, Рижане оценят, насколько удачно или неудачно управлял городом Центр Согласия. Если мы соберем все наши результаты, я думаю, что будет возможность мэру отчитаться перед избирателями местных самоуправлений, в том числе конкретно города Риги. Если он покажет все, что он сделал, и действительно баланс будет позитивный, и Рижане это увидит реально, то я думаю, что мы получим ту же самую поддержку, скорее всего, даже и больше. Если особенно не будет большая политика вмешиваться непосредственно в дело о самоуправлении. Я имею в виду, что политические процессы, которые были в последнее время в повестке дня, не будут накладываться на хозяйственную деятельность Нила и его команды. Но история показывает, что наши люди, латвийские граждане, они часто думают сердцем, а не головой. Ну, и тут возможно... Да, тут возможно. Поэтому я говорю, что год очень важен, как местное сопровождение справится с социальными проблемами, насколько будет продолжаться программа утепления школ, детсадиков и так далее, насколько будет вопрос решен с теми же очередями в детсадике. То есть, в любом случае, очень важно, как будет этот год непосредственно хозяйственно. Сколько улиц будет заасфальтировано, потому что главный критерий – это не столько Нила хорошо выглядит в большой политике, а насколько удачным был мэр. Если по рейтингам, которые сегодня, они отразятся на результатах выборов, то, по большому счету, мы, скорее всего, постараемся сохранить контрольный пакет акций. И поэтому эти политические организации, которые создаются сейчас, параллельно, я имею в виду Америкс, который сейчас является партнером, тоже неплохо, если они организуются и выступят параллельно нам, для того, чтобы непосредственно помочь нам в будущем создать коалицию, так как мы прекрасно понимаем, что собрать половину всех избирателей Риги нам не удастся. Поэтому нам нужен вот партнер. Так что мы приветствуем господина Америкса, и как он выберет стратегию, или искать точки соприкосновения с нами, или параллельно тебе нам – это уже дело большой политики местной. А что касается нашего главного начальника, то я думаю, что у него будет возможность отчитаться за то, что он сколько сделал, сколько не сделал, потому что здесь реально рижение должно оценивать его по успехам в хозяйственной части, а не в политической. Господин Раевский, будут ли оценивать по успехам в хозяйственной части, а не в политической? Ведь промывание мозгов, вот совсем недавно господин Кригерс оживил. Тут можно совершенно согласиться с собеседником, поскольку мы можем спокойно рисовать аналогии Сталина, где похожая партия, как центр согласия, взяла 51% голосов. То есть контрольный пакет реально контролирует город. Но, тут большое но, то, что будет мешать господину Шелкову асфальтировать город и утеплять школы, это его очень активное участие в национальной политике, особенно в языковом референдуме, что была огромная ошибка. И второе, что будет, конечно, бросать на эту кампанию тень, активное сотрудничество, которое зарисовывается между лидером фракции, центром согласия Урбановичем и Лендерманом. Это все придает политическую окраску. И тогда уже начинается тот вопрос, о котором всегда перед выборами в муниципалитет говорят. Но ведь асфальт никто не смотрит, какого цвета он. Но тут начнут смотреть, какого цвета асфальт. И чем это может закончиться? Это может закончиться. Я думаю, что, опять же, соглашусь, что 35-40% голосов центр согласия может собрать. Я думаю, что там потенциал есть. Я думаю, что тут можно аналогию чутить с теми результатами, сколько было собрано на референдуме за второй язык. Это была очень достойная цифра. По-моему, порядка 90 тысяч голосов. Но этого не хватает, чтобы получить контрольный пакет. И зная, что выборы все им очень скоро, через год опять же, я думаю, что будет очень трудно найти, если Америкс не будет отдельным списком и иметь реальное количество голосов, найти партнера, с кем создать большинство. Это будет проблема. Потому что все партнеры будут дергаться из-за того, что они все помнят совсем недавнюю историю, когда социал-демократы, создав коалицию вместе с пчелами, в общем себе подписали приговор на выборах в Сейм. Это может быть с любой партией, которая создалась в случае с ценным согласия коалицию. И потому все могут идти на более невыгодные коалиционные договоренности между собой, но оставить ценное согласие в политической изоляции. Появление партии Линдермана, назовем ее так, вот оно как-то не прозвучало ваше слово? Я думаю, что партия Линдермана, в общем, во-первых, он не гражданин, Осипов тоже не гражданин, во-вторых, насколько я понимаю, ему не светит гражданство получить, в-третьих, он реально может только попортить жизнь Центра Согласия, отобрав самых радикальных избирателей Центра Согласия, которые когда-то голосовали за пчел, потом они начали голосовать за Центр Согласия, но они могут опять отойти. Но я не думаю, что это большая проблема, я думаю, что у Линдермана без такой серьезной поддержки, например, со стороны Центра Согласия, нет даже, я думаю, нет возможности перейти 50-процентный барьер. То есть, господин Крементьев, Центр Согласия может, ну, спать спокойно, скажем так, реальных политических конкурентов, несмотря на весь шум, у него нет. Нет, он портить будет. Нет, дело-то в том, что... ...спать спокойно. Дело в том, что совершенно правильно отмечено, что нам не удастся в Риге создать коалицию, да, одним, то есть у нас не будет 51, насильно будет около 40%, это будет почти то же самое, что и сейчас, нам необходимо будет найти партнера по коалиции в будущей Ирисской Доме. И поэтому здесь вариантов очень много, и мы бы хотели бы, чтобы нас действительно в Риге оценивали и в других городах, где мы являемся лидирующей партией по нашим хозяйственным достижениям. Потому что, действительно, например, город Резак, да, там реальные, видимо, изменения при приходе Барташевича к власти, там, или, например, в тех городах, где Зилупы, да. То есть, я понимаю, что большая политика интересует всех, и все пытаются нам привязать ее парламентскую работу на местное самоуправление, но, естественно, что с минимальным количеством ресурсов, которые министерства выделяют нашим самоуправлением, мы делаем неплохие успехи. Это не как реклама, а как спокойно-неспокойно. В любом случае, нас первые, кто оценивает, не партнеры, не дендерманы, не оболтывания, нас оценивают свои же избиратели. Если мы им докажем, что мы справляемся, то будет все хорошо. Поэтому нам только теперь надо найти вменяемого партнера на будущую коалицию. Вот теперь поисками этот год мы будем активно проводить консультации. Скажите, а вот что вы думаете о последней инициативе в интернете сбор подписей за лишение гражданства? Вы меня так смоете, потому что я в списке, да? Но все же. Господин Раевский, как это вообще может быть? — Лишение гражданства? Ну, я не знаю. Ну, можно подпись собирать под все, выдавать всем гражданству, отбирать у всех гражданства. Это, я понимаю, такая просто плебисцитарная политика. Тут несколько достаточно неудачных политиков хотят просто как-то зарисоваться в глазах потенциальных избирателей. — А кто-то будет всерьез об этом говорить? — Чем абсурднее идея, тем она будет больше обсуждаться, кстати. И я думаю, что это абсурд каковое. — Тяжело будет у меня лишить гражданство, так как я попал в этот список. Я считаю, что это за честь, так как у меня достойные люди в этом списке. И действительно, значит, деятельность моя мешает некоторым радикальным силам проводить свою неадекватную политику. Поэтому я думаю, что этот список, который составлен, это список достойных людей, которые действительно сегодня мешают тем радикальным силам, которые не дают развиваться и политически-экономические Латвии. Поэтому я за честь увидел свое нахождение в этом списке. Значит, я заметный политик. — Ну, меня порадовало то, что вы достаточно несерьезно относитесь вот к этой идее. Хотя то, что она появилась, это о многом говорит. Напомню, напомню, вы слушаете информационно-аналитическую программу «День за днем» в нашей студии Андрей Крементьев, вице-спикер Сейма, клиент Центра Согласия и политолог Филипп Раевский. Итак, как будут развиваться события в дальнейшем. Этому была посвящена вторая часть нашей беседы. Развиваться они будут нормально, считают оба наши гости. Никаких политических потрясений, несмотря на все это возбужденное партстроительство, я бы так сказал, не произойдет. Во всяком случае, в ближайшем обозримом будущем. Еще раз напомню эпизод первой части нашей беседы. Эти новые политические структуры должны как-то доказать свою серьезность. Только после этого люди, возможно, их примут. А до тех пор, уверены наши гости, ничего неожиданного не произойдет. Центр Согласия будет работать в Риге, считает господин Крементьев, и подвигнуть его с этой позиции будет очень и очень сложно. Все верно? Да, совершенно. Ну что ж, то, что не будет больших потрясений в нашей стране, во всяком случае, политических, на политической карте, это уже хорошо по нынешним временам. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова